Девушки отдыхают В третьем столпе величественной кинотрилогии производства компании New Line Cinema «Возвращение короля» судьба Средиземья висит на тончайшем волоске Шести тысяч не хватит, чтобы сломить укрепление Мордора Илайджа Вуд, Фродо Каждый противостоит своему проклятию Но почему эта вымышленная история так глубоко волнует людей? Оставь его! Я его слышал, он хочет убить нас! Я готов служить вам Может быть, этот древний мифический мир является отколоском нашего мира? Я этому рад Хьюго Уивинг Элронд Это очень человечная история История о том, как человечество сражается с эгоизмом и алчностью Отдай! Нет! Отдай мне кольцо! Нет! Возможно, в этой истории нас притягивает ее человечность Питер Джексон, режиссер фильма По-моему, события этой истории актуальны сейчас Как были актуальны 50 лет назад, когда Толкин написал эту книгу Они были актуальны и 500 лет назад Что связывает этот вечный сюжет И наши с вами жизни и истории Что заставляет невольного героя стать отважным вождем Сбросить груз своего прошлого И идти вперед Ведя за собой свой народ Вперед! Что заставляет людей идти в бой наперекор всему? Смело шагать навстречу линии огня? Являются ли дружба и верность в походе Ключом к достижению невозможного? Эти ли качества необходимы, чтобы пересечь Неизведанный американский дикий запад? Возможно, наша история и это мифическое прошлое Роднее, чем нам кажется Не воспринимайте «Властелин колец» как выдумку Давно забытый миф, которого никогда не было Сэр Ян Маккеллен Гэндальф Знаете, что Средиземье существует или существовало И что все это происходит на ваших глазах? Заглянем же за кулисы фильма Чтобы узнать, как «Властелин колец» Объединил вымысел и историю «Властелин колец» Возвращение короля Фильм о фильме На протяжении всего романа В ходе борьбы за судьбу Средиземья На первое место выходит вопрос лидерства Сейчас, как никогда, время требует великих вождей Но Арагорн, наследник трона Гондора, сторонница короны Зная, что его предка погубила кольцо всевласти Почему ты боишься прошлого? Ты не Исилдур Ты его наследник Тебя не ждет его судьба В моих жилах течет та же кровь Та же слабость Это нелегкое испытание для Арагорна, потому что он не верит, что поступит правильно, став королем по праву наследования Нерешительность Арагорна удивляет И все же в истории было много личностей, не желавших облачаться в мантию власти Один из самых известных примеров Человек, которого обессмертил Голливуд Уильям Уоллос Более известный как «Храброе сердце» В Шотландии, неподалеку от Стирлинга Возвышается монумент этому борцу за свободу В конце 13 века Шотландия пыталась освободиться от британского господства Уоллос, от рождения не имевший ни богатства, ни титула, отказался подчиниться английской короне И, подобно Арагорну, он не жаждал власти и славы Уильям Уоллос был настоящим невольным героем Джок Фергюсон – подражатель Уоллосу Он хотел завоевать свободу для своей страны, и это вдохновляло его Ему не была нужна корона, он не жаждал богатства И вскоре после его смерти в аббатстве оброд было написано И даже если из нас всего 100 человек останется в живых Мы ни при каких условиях не подчинимся английскому правлению Ибо мы боремся и сражаемся не за славу, не за богатство, не за честь, а за свободу И Арагорн идет в бой с силами Мордора во имя великого добра Для него долг и служение народу важнее власти Доктор Фиона Уотсон – шотландский историк Думаю, Уоллос и Арагорна можно сравнить с точки зрения их отношения к власти Уоллос является очень необычным историческим персонажем Потому что он не жаждет власти для себя У него только одна цель У него есть особое обаяние Люди пойдут за ним, хотя общество не доверило ему право быть вождем Я думаю, что таким доверием народа заручаются только особенные люди В битве у Стирлингского моста восстание переросло в войну Английские войска понесли шотландцев Битва у Стирлингского моста была чем-то на грани фантастики Она дала им стимул, помогла почувствовать, что они могут чего-то добиться в борьбе с англичанами Которые побеждали их предыдущие годы Вот что удалось Уоллосу Он вернул шотландцам веру в то, что они могут завоевать свою свободу Профессор Майкл Драут, специалист по творчеству Толкиена И Уильям Уоллос, и Арагорн обожают идею свободы, независимости И того, что народ должен сам вершить свою судьбу Им не нужна империя Они не желают править ею и другими народами Власть нужна им лишь для того, чтобы дать людям свободу Это поразительная, совершенно не средневековая идея Это идея из 20 века И они оба готовы пожертвовать всем ради этого идеала Любовь Арагорна к своему народу, подобно чувствам Уоллоса Впервые находит свое выражение, когда умирает Барамир из Гондора Один из членов Братства Кольца Мы видим, как Арагорн постепенно принимает свою будущую роль короля Я не знаю, что за сила в моей крови Но клянусь тебе, я не допущу гибели Белого города И нашего народа Я бы пошел за тобой, мой брат Мой командир Мой король Арагорн знает, что он должен многое принести в жертву, чтобы стать королем Его борьба становится более захватывающей Обретая общие черты с историей одного из британских монархов Одна из величайших королев, когда-либо восседавших на престоле Англии Елизавета I в самом начале своего правления узнала цену власти Как и в случае с Арагорном, для нее долг был важнее любви А подданные важнее ее самой Доктор Сьюзен Дорн, Оксфордский университет У нее была задача, она видела себя матерью-кормилицей своего народа И знала, что должна сделать все возможное, чтобы оправдать его ожидания Елизавета сделала неотразимого Роберта Дадли своим придворным шталмейстером Он был ответственен за безопасность юной королевы И от нее не могло укрыться его очарование Доктор Дэвид Лоудс, автор книги Елизавета I Он очень элегантен, очень красив Он замечательный воин, или он таковым себя считает Он прекрасно выступает на рыцарских турнирах, танцует И любит всяческие забавы, которые, очевидно, нравятся королеве Красивые мужчины вызывают ее восхищение, а Роберт Дадли именно такой человек В роли шталмейстера он каждый день был вхож к королеве Почти определенно можно сказать, что в первые месяцы ее правления Между ними возникла определенная близость Я лично уверена, что она была влюблена в него Арагорн тоже влюблен в элифийскую принцессу Арвен Мой путь скрыт от тебя Он уже пред твоими ногами Теперь ты не можешь сомневаться Доверься нам Но он знает, что ему придется поджертвовать своей любовью во имя борьбы за свободу Гондора и Средиземья Орландо Блум, Леголас Можно понять, какая борьба происходит в Арагорне, когда он должен отказаться от любви всей своей жизни И сделать выбор, возложив на себя долг короля Можно понять, что это значит для человека, который всегда был один и никогда не брал на себя такой ответственности Трагедией для Елизаветы было то, что Дадли уже был женат А когда жизнь его жены унес несчастный случай, возник слух, что Дадли убил ее Хотя тому не было доказательств, королева осознавала, что не может подвергнуть себя такому скандалу Она отвергла свою любовь во имя политической стабильности своего королевства В каком-то смысле Елизавету заставили выбрать, быть ей монархом или супругой Елизавета была готова жить и умереть девственницей ради своей страны Арагорну, как и Елизавете, пришлось пожертвовать своей любовью Дорогими ему людьми ради более великих и более важных для него вещей Люди нашли своего командира Они пойдут за вами в бой и даже на смерть Вы подарили нам надежду Арагорн заслужил эту честь Но он не всегда был достойен ее К этому моменту он шел через годы душевных страданий и сомнений в изгнании Хотя в это время его народ нуждался в нем Есть тот, кто объединит их Тот, кто может воссесть на троне Гондора Он давно сошел с этого пути Он избрал изгнание В мифологии добровольное изгнание часто встречающаяся тема Но оно является и частью американского прошлого Речь идет об эпической истории жизни Теодора Рузвельта Рузвельт поселился на просторах американского Дикого Запада Когда его личная трагедия разрушила его политические амбиции Его жена и его мать умерли в один день 14 февраля 1884 года Теодор был оглушен горем Он написал в своем дневнике «В моей жизни больше нет света» Рузвельт обрел спасение в бесплодных землях Северной Дакоты Теодор Рузвельт и Арагорн испытывали себя на диких просторах Где их величайшим врагом была природа Их чувства по отношению к ней И то, как они противостояли ей Когда боль утихла Рузвельт занялся работой на раньше Но делал он это на свой лад Он носил дорогой костюм из оленей кожи А на его пистолетах и ременных пряжках стояло клеймо Тиффани Ковбои называли его «четырех глазом», считая его очередным чудаком с Востока Они смеялись над его причудливым великосветским стилем речи Твид Рузвельт, правнук Теодора Рузвельта Их очень смешило, когда он кричал «А ну-ка, поспешайте там!» Что тогда звучало так же странно, как и сейчас Он был посредственным наездником и скверным стрелком Но он старался, как никто иной Его смелость и упорство постепенно заслужили уважение ковбоев Прежде всего он узнал, как живут простые люди Этот урок очень пригодился ему на посту президента Самодовольный богач с Восточного побережья превратился в человека из народа Понимавшего великое разнообразие людей, живших в этой стране И Арагор не стал бы королем, если бы он не преодолел множество испытаний, стоявших перед ним и наследием, принадлежавшим ему по праву Время пришло Отдай ему меч короля Стань тем, кем ты рожден быть Джон Рис Дэвис, Гимли В наших мечтах мы хотим быть Арагорном Быть королем, который вернется и отвоюет свою страну Свою землю, свой народ, свой мир Еще одной важной темой трилогии является тема мудрого советника И нет никого мудрее Гэндальфа Самого воплощения мудрости Он возглавляет борьбу с силами мрака Это Гэндальф уговаривает Фродо выполнить свой долг и уничтожить кольцо всевласти Это он смело говорит королям в лицо, что они должны сражаться Твои пальцы вспомнят свою силу, если сожмут рукоять меча Мудрые советники, говорящие монархам правду, часто встречаются в истории В смутные времена правители нуждались в доверенных советчиках Королева Англии Елизавета Первая не была исключением Она знала, чтобы выжить в мире мужчин Ей нужно найти верного мужчину, который будет направлять ее Своим первым министром она сделала Уильяма Сесила Сесил, в отличие от многих придворных той поры Был глубоко предан своей королеве Он был ей все равно, что отец Доктор Дэвид Лоутс, автор книги Елизавета Первая Сесил был человеком опытным, серьезным и очень хитрым манипулятором Подобно Гэндальфу, призвавшему короля Теодена сражаться Сесил дал Елизавете совет, который помог ей сокрушить испанскую армаду И привел к казни ее соперницы Марии, королевы шотландской, по обвинению в измене Уильям Сесил и Гэндальф целиком и полностью посвятили себя благоденствию народа, которому они помогали советами И успеху дел, в которых они участвовали Редко находятся столь мудрые люди, лишенные личных амбиций Гэндальф обладает сверхчеловеческими способностями Но нас привлекает откровение, с которым он вселяет в людей надежду Будет время погоревать по Баромиру Но не сейчас Сэр Ян Маккеллен Гэндальф Гэндальф следует своим инстинктам Своему чувству дружбы Он наблюдает за людьми Оценивает их И рискует, зная, что, как правило, добрые люди оправдывают ответственность, возложенную на них Выйди к ним Встреться с ними в открытую Уведи их от своих женщин и детей Ты должен сражаться Он никогда не скрывает правду Никогда не прибегает к политике манипуляций Он говорит Адену Тебе грозит такая опасность, а потом опасность станет еще страшнее Гэндальф не дарит ложных надежд Хотя мудрость Гэндальфа редко встречается в нашем мире Истории известны подобные примеры Профессор Майкл Зукерман Пенсильбанский университет Он самый умный американец в нашей истории У него просто было больше нейронов, чем у кого бы то ни было Он самый изобретательный человек Лучший образец Америки, в которой мы хотели бы жить Это Бенджамин Франклин Дипломат, ученый, изобретатель и государственный деятель, живший в Америке Когда она переживала тяжкие невзгоды Революцию Во времена революции в нашей стране был человек До сих пор являющийся самым выдающимся Самым знаменитым американцем Его образ колоссален И американцы обращаются к нему за любым советом Франклин приобрел вкус раздавать советы, еще будучи юным типографом Люди обожали его высказывания в Альманахе бедного Ричарда Рыба и гости начинают вонять на третий день И кто рано встает, тот здоровье и богатство, и ум обретет Щедро раздавайте то, что почти ничего не стоит Искренний интерес, дружбу и добрые советы У Гэндальфа тоже всегда на готове мудрое высказывание Нам нужно лишь решить, как распорядиться отпущенным нам временем Гэндальф не просто советник королей Он мудрец, преподающий уроки всему Средиземью Франклин также стал источником мудрости Не для отдельных людей, а для всей новой нации И, подобно Гэндальфу, он ставил простое добро превыше власти и корыстных интересов Своими величайшими изобретениями он всегда считал социальные новшества То, что мы уже не считаем изобретениями Но ведь это он создал первую в Америке библиотеку, где выдавали книги на дом Это он создал первые страховые компании в Америке Первое полицейское отделение Первое пожарное депо И первую американскую больницу И я думаю, что он считал, что, к счастью, нужно стремиться не богатея А живя более полной жизнью Творя добро для своих собратьев Служа согражданам, а не эксплуатируя их Вот самый благородный в мире вопрос Какое добро я могу принести ему? Профессор Майкл Драут, специалист во творчестве Толкиена Во время войны за независимость, революционной войны Бенджамин Франклин сказал Господа, мы все должны стоять вместе или нас перевешивают по одиночке И я думаю, что идея солидарности во имя Шира, Гондора и Рохана Не только забота о своих границах, но видение всей картины в целом Вот идея, которая заботит Гендальфа Но не все советники мудры, или даже... Кристофер Ли, Саруман Он уродлив, его черты искажены Он не привлекателен Он никогда не получит того, чего хочет Он никогда не получит желанную женщину Он никогда ничего не получит, разве что с помощью власти Сарумана Повелитель, пришел Гендальф Серый Мы не приветствуем его Зачем мне приветствовать тебя? Он говорит Повелитель, не утруждайте себя Прогоните этих громкоголосых людей, которые тревожат вас Вы заслуживаете покоя Для слуха Теодена нет ничего хуже этих слов А Гендальф приходит и говорит Тебе нужно сражаться, и ты, возможно, погибнешь Это мощный контраст Червиуст говорит вам то, что вы хотите слышать А Гендальф то, что вам нужно слышать Истории известно множество мрачных и хитрых советчиков Один из них, подобно Червиусту Держал в своей власти всю монаршую семью К ужасу их верноподданных И это привело к трагедии Им был своеобразный святой человек по фамилии Распутин Ставший советчиком российского царя Николая II И царицы Александра Их сын Алексей страдал тяжким заболеванием Гемофилией Царица считала, что он обречен В Распутине Александра увидела спасителя Мистика-целителя, способного утолить страдания ее сына Она не могла понять, что он был скорее колдуном, нежели божьим человеком Внешне Распутин был не особенно привлекательным Доктор Ричард Пайпс, Гарвардский университет В особенности потому, что он был очень неопрятным Его волосы всегда были растрепанными и грязными Как и борода, и сам он был грязным Люди говорили, что от него буквально воняло Но у него был гипнотический взгляд И каждый, говоривший с ним и видевший его взгляд Становился рабом его влияния Его чар Распутин был опасным оппортунистом Он проник в лона царской семьи, воспользовавшись ее трагедией Распутина можно сравнить с червюстом в том, что он говорил монаршичите то, что им хотелось услышать Прежде всего, касательно их сына То, что его болезнь излечима Противоположность тому, что говорили доктора К началу Первой мировой войны царица и Распутин были самыми ненавистными людьми в России Влияние Распутина распространилось и на государственные дела Считается, что он обманывал монарших супругов, говоря им то, что им хотелось услышать Что подданные любят их Царь совершенно отдалился от народа Когда, наконец, грянула революция, он и понятия не имел, как народ возненавидел его Жестокие и эгоистичные советы Распутина нанесли свой вред В 1918 году царь и его семья были хладнокровно казнены в незаметном подвале Мир Толкиена наполнен звуками сражающихся армии По всей трилогии силам добра приходится превозмогать любые преграды на поле брания На войну Эта вечная тема находит тот звук и в нашем мире Толкин на своем опыте познал горечь сражений в окопах Первой мировой войны Толкин видел, как его собратья офицеры гибли тысячами И из этого сурового испытания он вынес определенный моральный урок Да, бывает добро Бывает и зло Иногда, чтобы спасти цивилизацию, нужно сражаться за нее И быть готовым умереть за нее Их 10 тысяч, не меньше 10 тысяч? Эта армия создана с одной целью Уничтожить мир людей Битва за Хельмову Пать Это битва с подавляющими силами врага В замке царит уныние Ибо отчасти его защищают мальчишки и старики Страх возрастает по мере того, как к ним неумолимо приближаются у Рукаи На одного защитника приходится 30 вражеских солдат Но Рагор не поддается отчаянию Рагор, им не победить в этом бою Они все погибнут Тогда я погибну вместе с ними Хороший меч Властелин колец наполнен неким оптимизмом Отказом сдаваться, несмотря ни на что Всегда есть надежда Подобный дух стал залогом одной из величайших побед в истории Англии В 1415 году при Аженкуре английского короля Генриха V, как и Арагорна в Хельмовой паде, ждал бой, в котором казалось было невозможно победить Доктор Арейн Усбахер, военный историк Когда король Генрих пошел на Кале, с ним было 6-7 тысяч воинов И все Посмотрев на противоположный берег Соммы, где расположилась французская армия, он насчитал 25-26-27 тысяч солдат, в 4 раза больше, чем в его армии Генрих, как и Арагорн, идет в бой по зову сердца Он должен вдохновить своих людей, иначе они будут разбиты Они были без сил, холодало, шел дождь, английские солдаты были подавлены Но с приближением битвы Генрих поднял своих уставших воинов речью, обретшей бессмертие в пьесе Шекспира Стоите, вижу вы, как своры гонщих, на травлю рвущихся Поднят зверь С отвагой в сердце риньтесь в бой и крича Господь за Гарри И святой Георг Подобно речи Генриха, прибытие непобедимых эльфийских лучников в самую последнюю минуту вселило уверенность в защитников Хельмовой пади Не щадите их, ибо вы не дождетесь пощады Приготовиться Силы лучников сыграли решающую роль и в Ашинкуре Английские лучники насылали на французскую армию одну волну точных и смертоносных стрел за другой До десяти в минуту, казалось, что в небе повисла черная туча В тот день Генрих одержал великую победу, уникальным образом изменив исход сражения Война – это экстремальная ситуация, в которой проявляются худшие и лучшие качества человека Обычные или даже посредственные люди становятся прославленными героями Потому что в них есть чувство долгой любви, любви к своим товарищам, к своей стране и к задаче, стоящей перед ними Дэвид Уэнам – Фарамир Фарамир с радостью отдаст свою жизнь за Гондор, за будущее Гондора и за свой народ На это нужно мужество, потому что потом, вместе с отрядом своих воинов, он пойдет на смерть Фарамир совершает безнадежный, но героический поступок, ведя своих воинов на верную смерть И его история находит отклик в решающем сражении, произошедшем во время Гражданской войны в Америке Одна из самых отважных и трагических атак военной истории имела место в Геттисберге Это была одна из самых крупных и кровопролитных битв на американской земле 3 июля 1863 года, в последний день сражения, Роберт Ли приказал своим войскам атаковать силы союзников, окопавшихся на холме у кладбищенской гряды Это решение не давало ему покоя до конца его дней Чтобы добраться до врага, конфедератам нужно было пройти маршем полтора километра по открытым со всех сторон фермерским полям Ли считал, что его солдаты неуязвимы, но многие из них, глядя на другой конец поля, думали, что это безнадежная задача Профессор Джеймс Макферсон, Принстонский университет Когда люди говорили лучше смерть, чем бесчестье, для них это были не пустые слова, для них они имели значение Одним из немногих, кто не осознавал, что атака обречена на провал, был человек, в честь которого она была названа Это был лихой генерал Джордж Пикетт, жаждущий славы Пикетт приказал своим солдатам перейти поле, и серая толпа растянулась на полтора километра Солдаты северян подождали, пока враг приблизится И открыли огонь Повстанцы шли так кучу, что от разрыва одного снаряда погибало до десяти человек Вскоре исчезли целые роты Менее чем за час было убито и ранено свыше пяти тысяч повстанцев Пикетт был в ужасе Этот старик послал мою дивизию на бойню, сказал он Али Но это поражение стало легендарным и надолго пережило людей, которые были его причиной Оно стало примером героизма конфедератов во всеобщей картине войны Мы едва не победили Мы сражались благородно и мужественно И мы должны гордиться этим славным поражением Как и солдаты Пикетта, воины Фарамира тоже будут сокрушены Филипп Боинс, автор сценария фильма Это была нелепая потеря человеческих жизней, но также и акт великого героизма И история подтверждает это Там, где есть мир и процветание, люди сражаются за него Одним из подобных конфликтов была Вторая мировая война Великий пожар, изменивший ход современной истории Я родился в 1939 году, но я не единственный человек моего поколения, кто знает, что Толкин писал «Властелина колец» Во время Второй мировой войны, когда его сын сражался в Северной Франции И кто думает, что эта трилогия – иносказательный портрет нашего мира Я не думаю, что сейчас в мире есть Саурон, но в 1939 году он был Летом 1940 года Гитлер принял решение вторгнуться в Британию Готовя подмостки для одной из решающих, неравных битв всех времен и народов Первой целью немцев было сокрушить ВВС Британии и обрести главенство в воздухе Вдохновленные харизматичным Уинстоном Черчиллем, британцы готовились к воздушной войне Черчилль смог внезапно вселить надежду в страну своей речью «Мы сразимся с ними на наших берегах» Потому что он своими словами пробудил спящее, но незабытое чувство долга, которое было у этой страны Так же и Арагорн может вдохновлять народы Гондора и Рохана на свершение невозможного Потому что он говорит с глубокой убежденностью праведности своей цели Выйдем к ним вместе Выйдем к ним навстречу В смерти и славе За Рохан За ваш народ Юноши из британских ВВС противостояли мощи всего германского Люфтваффе Самым могущественным военно-воздушным силам в Европе У британцев было в четыре раза меньше самолетов, чем у немцев Боб Доу был одним из пилотов британских ВВС Тогда у 20-летнего парня практически не было выбора Поражение в бою было исключено Боб Доу – командир звена, пилот британских ВВС Если веришь в себя и в то, что ты делаешь, ты становишься в два раза сильнее Я так считаю И я верил в свое право защищать свою страну Имея недостаточную огневую мощь, эскадроны истребителей день за днем сражались с роем германских самолетов Атакуя врага, который казался неуязвимым Возвращение короля Арагорн, как и Черчилль, должен заставить своих воинов победить свой страх Я вижу в ваших глазах страх, который лишил бы меня воли Когда-нибудь настанет день, когда мужество изменит людям Но не сегодня Сегодня мы будем сражаться Британские пилоты не просто сражались Они победили Нацисты были повержены Это была зрелищная победа, изменившая ход войны Планы Гитлера рухнули Ни один германский захватчик не ступил на британскую землю Иногда ради сохранения великого добра требуется идти на жертвы И вы знаете, мы сидим здесь, потому что целое поколение мужчин и женщин отдало за это свою жизнь Сквозь всю трилогию Толкиена С золотой нитью проходит тема дружбы и верности Как я рад видеть тебя, Кендель Вера друзей друг в друга неоднократно подвергается испытаниям во время похода Преданность и дружба, которую вы видите среди героев «Властелина колец» Может возникнуть только когда сообща смотришь смерти в лицо Когда ты полагаешься на кого-то настолько, что в следующий момент не выживешь без него Возникает чувство любви и доверия, которое, по-моему, встречается крайне редко В истории известно множество примеров великого партнерства Среди них дружба двух людей, исследовавших бескрайние просторы американского Дикого Запада Их звали Льюис и Кларк Профессор Гарри Мултон, университет Небраски Сейчас для многих Льюис и Кларк являются великими героями Но в некотором смысле они были обычными людьми, совершавшими необычные вещи Льюис был армейским капитаном Кларк был его другом Подобно Сэму и Фродо Они отправились в экспедицию, которая стала испытанием их мужества и решимости Но несмотря на крепкую и верную дружбу, Льюис и Кларк наверняка сгинули бы в диких краях, если бы не помощь местных племен В особенности их проводницы из племени Шишони по имени Сакагавая Спустя полтора года, пройдя 6,5 тысяч километров, они достигли Тихого океана Это свершение стало данью партнерству, способному преодолеть бездонную пропасть культурных и расовых различий Подобные примеры мы встречаем и во Властелине колец В походе к Фродо и Сэму присоединяются маг, эльф, гном, еще два хоббита и два человека Образуя причудливое партнерство Оно наиболее удивительно между Леголосом и Гимли Скорее, Гимли, мы их догоняем Пересеченная местность меня доконала Мы, гномы, любим короткие дистанции Билли Бойт Пиппин Тут не только дружба, но и расовое отношение Представители двух разных рас, которые не должны уживаться вместе, становятся лучшими друзьями Только не за бороду Орландо Блум, Леголос Забавно наблюдать двух совершенно противоположных друг другу героев Понимаете, более разными они просто не могут быть И очень приятно видеть, как они становятся друзьями Значит, это состязание в том, кто больше выпьет И в чем же его смысл? Побеждает тот, кто упадет последним Джон Рис Дэвис Гимли От паранойи и подозрений К признанию Уважению И, в конце концов, к самому крепкому товариществу Первая успешная попытка покорить Эберест привела к уникальному партнерству представителей двух разных культур Эдмонда Хиллари и Тензинга Норгея Внешне они были совершенно не похожи друг на друга Долговязый пасечник из Новой Зеландии и маленький шерп, погонщик Яков Но в душе они были очень схожи Тензинг и Хиллари, как Фродо и Сэм, были незаменимы друг для друга Ничто не может привести тебя в уныние, да, Сэм? Профессор Майкл Драут – специалист по творчеству Толкиена Они добивались славной цели, но, если послушать их, понимая, что в то время они не думали о славе Для них это была работа, которую нужно сделать В те последние мгновения, когда они добрались до вершины, два альпиниста стали одним целым И хотя у них было разное прошлое и говорили они на разных языках Они общались на одной волне Броттон Кобурн – знаток горы Эверест Их связывали одни узы Хиллари и Тензинг наслаждались великим историческим событием Но вскоре они узнали, что покорение вершины – это только начало их испытаний Их дружба прошла пробу на прочность, когда они спустились с горы Альпинисты стали жертвами националистических расфей, к которым они не имели никакого отношения Их засыпали вопросами, кто на самом деле первым добрался до вершины Джамлинг Тензинг Норгей, сын Тензинга Норгея Тогда мой отец подписал документы, а мой отец не умел читать и писать, он просто подписал его В нем было сказано, что он оказался на вершине первого Вся британская группа была недовольна Британцы стали подло нападать на моего отца, ведь он был ни в чем не виноват Он понятия не имел, что происходит Как в случае с Хилари и Тензингом, дружбу Фродо и Сэма подвергают испытаниям сторонние силы В данном случае – кольцо Оно овладевает вами, господин Фродо Вы должны сопротивляться Я знаю, что я должен делать, Сэм Кольцо доверили мне Это моя задача Моя, моя собственная Да послушайте же себя Неужели вы не слышите свой голос? Элайджи Вуд, Фродо В повествовании бывают моменты, когда Фродо сомневается в Сэме, как в своем доверенном друге В конце концов, он осознает, что Сэм хочет лишь помочь ему Быть с ним и поддерживать его Хилари и Тензинга объединял общий канат Эту связь нельзя было разрубить Впоследствии они заявили, что они достигли вершины почти вместе Сэм должен постараться понять, что значит помогать Фродо В смысле чувств, духа Шон Остин, Сэм Физически, умственно, психологически А в такие дебри хоббиты углубляются нечасто Пожалуй, одно из самых удивительных превращений обычного в необычное Происходило с участием Мэттью Хэнсона Он был сыном чернокожего издольщика Но он променял ферму на море Он стал помощником офицера военно-морского флота Роберта Пири Целью устремленного исследователя, вознамерившегося первым достичь Северного полюса Непревзойденные способности механика, плотника и навигатора Хэнсона произвели впечатление на Пири Доктор Ален Каунтер, Гарвардский университет Я люблю цитировать эти слова Пири, потому что они имеют столь глубокий смысл Я взял с собой этого цветного человека благодаря его уникальным умственным способностям, отваге и знанию того, что нужно делать Ему нужно было объяснять, почему он взял с собой чернокожего В ходе нескольких попыток достичь полюса, Хэнсон неоднократно спасал жизнь Пири Он на себе принес его в лагерь, когда Пири обморозил почти все пальцы на ногах В жестоком климате Арктики правила сегрегации были забыты Мы хоббиты из Шира Меня зовут Фродо Баггинс, а это Самоэс Гамджи Твой охранник? Я его садовник Сар Ян Маккеллен Гэндаль Полагаю, любой офицер британской армии скажет вам, что каждому героическому вождю нужен слуга Не думайте же вы, что герои сами чистят себе башмаки И иногда кажется, что у слуги больше внутренней выносливости и моральной крепости, чем у так называемого башата Стойте! Оставьте его! Неужели вы не понимаете? Он уничтожит его! Вот куда мы идем! В Мордор! Роберт Пири Ставарт, правнук Роберта Пири Само поручено заботиться о Фродо, а Пири нанял Хэнсона В обоих случаях слуги постепенно становятся скорее партнерами для своих мнимых хозяев, если хотите В случае с Пири это, возможно, вызывало большее недовольство Ему пришлось осознать, как важен для него Хэнсон Перед последней экспедицией Пири сказал, Хэнсон должен пойти со мной, без него я не справлюсь Проведя вместе 22 года, они предприняли последнюю попытку добраться до Северного полюса Наконец, в апреле 1909 года, звездно-полосатый флаг взвился в том месте, где, как они полагали, находился Северный полюс Пири и Хэнсон вместе со своими проводниками инуитами стояли на вершине мира Они смотрели в лицо опасности, тяготам и смерти Белый адмирал и темнокожий матрос Партнеры Мне нужно, чтобы ты был со мной Я с вами, господин Фродо Я знаю, Сэм Я знаю Доверься мне Питер Джексон, режиссер фильма Отношения Фродо и Сэма – это чистая дружба В ней нет ничего сложного, напряженного Никаких подводных течений Все просто Я с тобой, что я могу сделать? Я хочу помочь тебе, потому что люблю тебя, потому что ты мне дорога Мифы обретают силу, полагаясь на правду Если «Властелин колец» – сильное произведение, то это потому, что это искренний портрет человеческой борьбы Они заняли мост и западную отмель Невольный вожак, самопожертвованием, заслуживающий доверие своего народа Мудрецы, раздающие советы в самый нужный момент Скачь из пола, покажи нам, что значит спешить Мэри! Отчаянные битвы, в которых воинами движет не ненависть, а любовь Но наиболее поразительна сила дружбы Которую может разорвать только смерть Над злом можно одержать верх И я думаю, что именно эта идея находит столь мощный отклик в сердцах людей Кипит страшная, опасная, яростная битва, но победа стоит всей пролитой крови Пусть это вымыслено, но это не сказка, а беспощадно правдивая история И в конце концов, это история надежды Есть в этом мире добро господин Фродо И за него стоит сражаться Сражаться до конца Это краеугольный камень любой великой нации Любой великой истории КОНЕЦ